Здарова, с вами Моборг, я Трэш и это Андроид Шейк. Сегодня по требованию подписчика Ягага и свыше 100 человек, поддержавших его лайками, мы устроим, возможно, последний топ занятного Трэша. Почему последний? Потому что подписчики разделились на два лагеря и уже сложно было определить, кто же чего хочет. По этой причине было решено устроить голосование. Если вы нажмете на такую иконку в правом верхнем углу экрана, то сможете проголосовать за или против этой рубрики в перезапуске Шейка. А теперь перейдем к топу. Знаете, творог тофу? Ну тот, что из соевых бобов. Ну так вот, Тофу Хантер, как несложно догадаться из названия, это симулятор охоты на этот самый творог. Эти странные рогатые существа обитают в густых лесах и среди заснеженных горных вершин. Именно так тофу попадает на прилавки магазинов. Однажды пицца чего-то не поделила со скелетами и началась настоящая война. В игре Пицца vs. Скелетонс вам в роли большой, сильной, бесстрашной и брутальной пиццы пристает дать отпор армии скелетов на протяжении сотни увлекательных уровней с разнообразным геймплеем. Сражайтесь с боссами, крушите дома и открывайте новые ингредиенты для своей пиццы. Ведь кто-то любит пиццу с беконом, а кому-то подавай с сыром. Супер Дайджест Инс Мьюз Игра, в которой вам следует как можно дольше поддерживать сытость лося, тапая по падающей еде. Следите за голодом, а то гляди, и от лося ничего не останется. Но самое главное, остерегайтесь еды со слабительным эффектом. А то от тебя не только рога останутся, но еще и шоколадная колбаска в лесу. У вас бывала ситуация, когда кто-то стоит раком, и у него выглядывает ползадницы, и тебе так хочется забросить туда бумажку или кусочек льда? А не было? И у меня не было. Но если вдруг было, то в игре Пламок Рак у вас будет такая возможность. Попадайте ровно в центр полупопий, зарабатывайте награды, новые костюмы и героев. Не нравится женская задница? Ишь ты какой! А может тебе придется по вкусу задница толстого водопроводчика? В игре Эггггггг вы сыграете за обычного трехглазого паренька Гилбарда, который терпеть не может сырые яйца, и благодаря этому блюет. И это весьма кстати. Разбив яйцо одной на сетке, куры просто взбесились, устроили на паренька охоту, и единственный способ убежать, преодолевая преграды, это залить все рвотой. Эгггггггггг это увлекательный трэш с отличной графикой, увлекательным и незабываемым сюжетом. Кому-то там было мало шутеров. Ну что ж, я припас для вас еще один. Скорее всего, большинство из вас уже давно позабыли о Modern Frontline. А это значит, время отправиться вперед в прошлое. В Modern Frontline вы дадите отпор инопланетным роботам, которые вторглись на нашу планету. На этом сюжет как бы все. На ваш выбор будут сотни уровней, десятки видов орудий будущего и захватывающий Sky-Fi Энтураж. Ты последняя надежда человечества, и т.д. и т.п. ты понял. Лучше поиграть, чем слушать этот бред. Давненько у нас не было гонок, а все потому, что годноты маловато. И вот, на этой неделе вышла долгожданная Extreme Asphalt, которая без сомнения заслужила звание Игры Недели. Extreme Asphalt Car Racing преподнесло множество нововведений. От локации машин до геймплея и графики. Теперь вы будете покорять дюны, каньоны, джунгли и болота. Вас ждут 35 видов автомобилей. Баги, пикапы, внедорожники и грузовики. Каждый автомобиль имеет свою игровую механику, вес и преимущества. Как обычно, вы будете зарабатывать новые детали для прокачки автомобилей и покупки новых. Сыграйте в пяти режимах, карьеру, пройдите испытания и, да, конечно же, играйте по мультиплееру с игроками всего мира. Я человек простой. Не очень люблю жанр ММО, но очень люблю фильмы про Терминатора. Причем тут одно к другому, спросите вы? Да при том, что я жду на Android ММО по фильму Терминатор 2. А теперь ждете и вы. Терминатор 2 Да, китайская компания Netis уже давно анонсировала выход ММО-шутера третьего лица с названием Терминатор 2. Подробностей сюжета пока нет. Но известно, что будет огромный открытый мир, возможность перемещаться на транспортных средствах и тысячи шварценеггеров в одном ПВП. Еще там из персонажей будет баба, но пока как-то маловато. Ну и конечно же, игра пропитана видением жителей страны восходящего солнца. Так что огромные трансформеры, мечи и безумный экшен, это конечно же не новость. Точной даты пока нет. Ориентируемся на март, апрель, май и че там дальше. А на сегодня это все. Ставь лайк и не забудь проголосовать. И я оставлю тут эти две кнопки, вдруг кому пригодится. Удачи и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!